Друзья, всем привет! Вы на канале Клинликар, меня зовут Дмитрий. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы, на те вопросы, на которые мы не успели ответить в рамках прямых эфиров. Напомню, каждый четверг в 20.00 по Москве проходят прямые эфиры, где вы с нами можете пообщаться, позадавать всевозможные вопросы, а мы постараемся на них ответить. А на те, на которые не успеем ответить по времени, мы будем писать вот такие вот ролики, отдельные, посвященные тем самым заданным вами вопросам. Peugeot 307 за 200-250. Машина хорошая, стоит ли зацикливаться только на ней? Наверное, я скажу, что нет, потому что это такой бюджет, когда уже любой живой автомобиль стоит брать, только исключая какие-то вот откровенно проблемные изначально. Просто ищите хороший автомобиль за эти деньги, не сильно зацикливайтесь, а как вариант, да, его стоит рассматривать. Land Rover Freelander 2, первый-второй арест, за миллион живые. Миллион – это достойный бюджет для того, чтобы купить вполне себе неплохой Freelander. Но очень важно понимать, что для вас является живой, потому что наверняка вот мое понимание живого Freelander и вашего, оно сильно может отличаться. Вот от этого зависит ответ на вторую часть вопроса, стоит ли обращаться в подбор за поиском такого автомобиля. Все очень индивидуально, то есть надо понимать, чего вы ожидаете от этого автомобиля. Вот после того можно будет ответить на вопрос, стоит или нет. Консультация-то бесплатная, то есть напишите в группе ВКонтакте, в сообщение группы, там мы вас подробно уже проконсультируем и совместно с вами поймем, стоит ли обращаться. Подскажите, пожалуйста, авто в бюджете 550-650, недорогую в обслуживании, безопасную, чтобы помещалась детская коляска, спасибо. У меня такое ощущение, что речь, конечно, не про хэтчбэк идет, а скорее про универсал. А что из универсалов можно рассмотреть в этом бюджете? Сит-1, как-то много арест? Хотя, наверное, сейчас нынешние ценники, знаете, будут и 500-550 даже. А вот на второе поколение этого маловато, то есть это будет машина с нюансами в виде большого пробега, пустой комплектации, механической коробки, там вот чего-нибудь такого плана, ну или какие-то нюансы там по кузовне, по технике. Главного товарища, наверное, не назвал Focus 3, но правда лучше, наверное, смотреть все-таки на механике. Именно в кузове универсал он неплох, потому что многие знают, что седан и хэтчбэк – это действительно маленькие машинки. Если очень сильно повезет, потому что у вас все-таки планка до 650, возможно, вам повезет найти Octavia. Возможно, вас Octavia устроит, кстати, в кузове лифтбэк, потому что она вполне себе вместительная. Может, и туда все необходимое влезет. Подытожим. Focus 3, Octavia, Ceed, ну как бы такое, наверное, знаете, там, с кучей вопросов. Mazda 6 GG или Focus 2 до 400? Focus 2, наверное, реально, хоть это уже стало очень сложно. То есть, в целом, это справедливый бюджет для хорошего Focus. Что касательно Mazda, ну это уже прям, знаете, вот прям везение-везение. Потому что, а, автомобиль D-класса, то есть более такой презентабельный, но очень слабая сторона кузовня. То есть, они просто-напросто все в Питере сгнили. То есть, живую Mazda у нас найти, это невероятное везение. CR-V или RAV4? 13-й, 14-й год, пробег до 120. Какой бюджет? Закладывать или такие не найти? По бюджету на вскидку это, наверное, будет 1-1. Доходить будут оба варианта до 1,2-1,3. CR-V немножко подороже будет. Либо смотреть RAV4 на автомате, но их очень мало, из-за них просят за хорошие, как правило, дороже. Ну и CR-V будет здесь интереснее, потому что, ну, узлы хорошие, неубиваемые, автомат гидротрансформаторный, как вы все хотите. То есть, вариант интереснее и, возможно, он будет дороже. Что касается пробегов, я бы не зацикливался на 120. Если сейчас открыть на сайтах объявлений вот CR-V и Toyota, у Toyota будут пробеги меньше. Почему? Потому что вариатор. Потому что если на вариаторной машине оставить пробег реальный там ее 150-200, да никто ее не захочет. Поэтому не очень зацикливайтесь на такой пробег, потому что вы просто скорее можете купить автомобиль с грамотно скрученным пробегом. Там не так его сложно скрутить, сколько просто подготовить все остальное, чтобы все выглядело на пробег. Повысьте немножко планку и найдете вполне себе достойный автомобиль. Peugeot 308 за 300 тысяч с панорамой в максималке. Реально ли взять? Я скажу, что реально. Только опять же вопрос, чего вы от него ждете? Потому что, смотрите, есть плюс. Да, это не та машина, которую покупали молодежь там гонять, не знаю, тюнинговать. То есть это машина спокойная. Брали люди более такие возрастные, скажем так, и девушки. Их предпочитали девушки, потому что машинка симпатичная. В свое время она капец была клевая. Плюс, да, действительно, по комплектациям она была вне конкуренции. Вопроса про техничку никакую нет, поэтому вот на вопрос, реально взять или нет, я скажу, что реально. Как дела с крузами? Такое чувство, что живые закончили, все смотанные и битые. Вы находите? Да, находим, потому что машину спрашивают, но не припомню за последнее время, честно говоря, подбора, где Круз был единственным автомобилем, который рассматривался к покупке. Во многом все зависит от бюджета. По дну рынка, да, их уже не найти. Это все прям таксованное, либо умотанное. Logan или Ravon R3. Мое отношение пока к китайским автомобилям, оно вроде бы как немного скептическое, хотя я понимаю, что Китай завоевывает рынок, и мы все знаем с вами, что это не те ребята, которые на чем-то остановятся. Они реально добьются своего. Но пока я к ним так немного скептически отношусь, поэтому вот в этой связке я за Logan однозначно. С каким двигателем взять Peugeot 408, и на что готовиться после его покупки? На что готовиться? Если вы возьмете, например, EP6, там много есть к чему поготовиться. Или, например, если вы возьмете версию с пресловутой L4, она там доработана, это что-то типа AT8, по-моему, она называется. Может, там где-то перепутал. Если вы столкнетесь с этими узлами, там много к чему есть готовиться. Но прелесть этого автомобиля, что он был сделан для стран с развивающейся экономикой. Вы понимаете, о чем речь. То есть такой бюджетный урезанный автомобиль. Конечно, очень хочется посоветовать версии, которые пошли после 17-го года. Дизельный. Дизель, кстати, тоже урезанный для нашего рынка. У него, насколько я помню, вроде бы это правда, там нет сажевого фильтра. Я не очень себе представляю, как такое может продаваться в Европе, например. Может, я чего-то не понимаю. Если говорить про бензинки, вопрос, я предполагаю, что все-таки про бензинки. Лучше смотрите по лошадям, как распознать в объявлениях. Это все, что меньше 120 сил. То есть 120 это EP6 атмосферный. 150 это EP6 турбо. У него, кстати, есть плюсик, у него i-Syn. Но это турбо EP6, е-мое. И, в общем, все, что меньше, это, по-моему, 110 и 115 сил. Это TU и CE, ЕЦ. Не помню вторую аббревиатуру. Но, по-моему, это доработанный TU, кстати. Старый, простой, но и в то же время надежный двигатель. Вот его смело можно брать. Рено Колеус на вариаторе. 12-13 год. Сколько вообще проедет? Есть ли смысл с пробегом 130 рассматривать? 130, если вы найдете честный пробег, это прям вот вам повезло. Потому что меньший, но это прям вот, ну, уже, знаете, какой-то пенсионер когда-то купил, не ездил. Вот эти все пресловутые сказки перекупские. Но, в целом, я считаю, что да, где-то такой существовать вполне себе может. Машина достойная. Вариатор там вполне себе нормальный устанавливался. Джатка, хорошая версия, без проблем. Ну, не то, что там. Обычный вариатор, короче, с присущими болячками вариатору. 130 брать можно. И больше можно. Но очень важно, как за автомобилем следили. Понятно, что собственник автомобиля, скорее всего, знает все недостатки. Но если он просто расскажет вам, типа, я вот это делал, масло менял, а подтвердить ничем не может, то запросто это может оказаться человек, который знал, что это надо делать. Но он не делал, поэтому на словах он герой, а по факту, блин. Если мы говорим про экземпляр, который нормально обслуживали, то по движку там вообще сложно что-то сказать. То есть ресурс, знаете, такой нормальный, типа 200-250+, а вот по вариатору, ну, для вариатора, видите, первый такой уже критичный моментик, это 150. То есть после него это уже такая некая лотерея становится. При условии, что его нормально обслуживали. С промывками системы охлаждения, заменой масла, фильтров. В общем, вот такие вот истории. Добрый вечер. Очень нравится внешний киосол. Что можете сказать про нее хорошего? Что можно про нее хорошего сказать? Что с 14-го года, да, он действительно стал лучше, намного презентабельнее, стал нравиться женскому полу, да и парням некоторым, молодым особенно очень нравится. Я тут могу соврать, но, по-моему, на первое поколение очень сильно ругались с точки зрения управляемости автомобиля. Там жуткая подвеска была. То есть машина просто неуправляемая. Вроде бы как с 14-го года, то есть во втором поколении, это все исправили. Но единственное, что это типичный кореец. Его не обиновали вот эти все болячки с двигателями. Соответственно, эндоскопия обязательная процедура при покупке этого автомобиля. Что думаете о покупке Fluence от 13-го года? 1,6, K4M, механика, если живые варианты, не из-под такси? Находим. Очень тяжело находим, потому что машину эту распробовали. Распробовали уже давненько. И вопрос даже не в таксишных вариантов. Они даже от частников уже какие-то все умотаны. Придется ловить. То есть она уже стала вот такой вот. Здравствуйте. Часто ли заказывают в подбор китайские автопромы? Как вы считаете, пропал ли скепсис к авто из этой страны? Заказывают не часто. Прямо-таки редко и очень. А вот насчет скепсиса, вы знаете, я тоже скептик касательно этих машин. И я, вы знаете, когда они только заходили на российский рынок, мне было очень интересно. Я автолюбитель такой со стажем. Поэтому я ездил даже в салоны официальных дилеров китайских. И я общался с менеджерами, с продавцами. Как все работает, как все происходит. И мне очень порадовало, что реально приезжают их делегации собирать, так сказать, обратную связь вообще по работе салонов, по отклику клиентов. То есть они многие вещи, вот мне менеджеры рассказывали, что они прям делают. В бюджете за 700 сейчас. Насколько реально найти джетта, сит, церрата, 14-16 год и каков срок по вашему опыту? Джету можно, опять же, смотря какую. Но будет проще, конечно, с корейцами. Это однозначно. По поводу сроков. Ребят, это очень частый вопрос. Но смотрите, наше взаимодействие с клиентом построено таким образом, что наша работа для клиента, она открыта, она прозрачна. И клиент всегда может сравнить работу нашу в рабочем чате с ситуацией, например, на самых популярных площадках. Авито, Автору, там, не знаю, Дром, ну, вот куда хотите и лезьте. Мы все должны проработать и по всем вариантам отчитаться. Но будут варианты, когда вот все проработано, так, кстати, очень часто и бывает, и машин больше нет. Время идет, а смотреть нечего. Вот на это вы же понимаете, надеюсь, что мы повлиять никак не можем. Поэтому сроки часто зависят не только от нас. Состояние Ford Focus 2 рестайлинг сейчас на рынке. С одной стороны, это та машина, которая заканчивается. Она дико популярная. Ее очень любили. Их, ну, опять же, плюс, их очень много было продано в свое время. Круто то, что их много, и они периодически появляются. Поэтому, если запастись терпением, хороший, живой второй фокус можно найти. Но, опять же, видите, ребят, я постоянно повторяю о том, что у всех свои критерии. Я помню клиента из Москвы, который хотел к нам обратиться за подбором, и у него уже был действующий подбор в Москве. Бюджет был лихой. То есть он за второй фокус хороший, готов был отдать 500-550 тысяч. Тогда это вот где-нибудь год назад, может, два года назад. Это лютые деньги были. То есть таких объявлений в рынке нет. Но требования у него были настолько вот серьезные, что он говорит, вот тут уже, ну, в Москве ищут уже два месяца. И когда я все послушал, я понял, что огромная доля вероятности, что мы человеку не поможем. Поэтому это очень важно. Планирую купить первый автомобиль для молодого парня. Бюджет 500. Планировал пола, фокус, но с нынешними ценами. Понимаю, что нереально. Пока из мыслей взять 14-ю за 150-ю и не париться. Да вы знаете, кому как. Вот опять же, да, вот сколько людей, столько мнений. Кто-то скажет, что да ну нафиг, лучше иномарочку и за эти деньги. Да, действительно, есть что взять, но конкретно сейчас это становится очень сложно. Поэтому может и второй вариант. Но лично я бы все-таки, наверное, искал иномарку. Ну не знаю, как-то я бы лучше вот за 500 нашел бы что-то вот типа фокуса или пола. Почему нет? Что на ваш взгляд интереснее к покупке? Renault Fluence REST 2 литра вариатор или 1.6 механика? И какой бюджет актуален для них? На мой взгляд, интереснее к покупке Renault Fluence REST 2.0 на вариаторе. Потому что и вариатор надежный, и машина интересная. Ну то есть едет она бодренько. Если вы как огня боитесь вариатора, ну вообще прям не допускаете возможности его ремонта, то, наверное, лучше 1.6. Хотя вариатор, я еще раз повторю, очень хороший. А вот найти 2.0 на вариаторе, это очень сложно. Потому что вот те, кто уже пропитался этой машиной, это все же изучили, понимают все, они хотят именно ее. Поэтому в рынке живых крайне мало. Golf 5 за 400 есть нормоварианты. Тут даже не в бюджете дело. То есть вот просто Golf 5 и у вас максимальный бюджет, это уже на везение. Машина очень популярная и востребованная. По моему мнению, наверное, это один из самых востребованных автомобилей в своем классе. Ну вот она, наверное, там борется за, как сказать, за первое место с Маздой 3. Ну то есть вот ту любили молодежь, и вот эту машину тоже молодежь любила. Поэтому в целом 5-й Golf живой найти, это уже победа. Тут вообще не важно, какой бюджет, тут просто надо сосредоточиться. Как дела с Маздами 3 БЛ? Как часто за последний год вы находите живые, есть ли на них спрос? В больших городах это очень сложный поиск. В целом, вот просто БЛ, вот все предложения, вы знаете, как смело можно брать? Просто верхняя треть предложений по рынку. Вот туда лезьте и по бюджету, и по вариантам. Все, что ниже, блин, такие лохмотьи, это такое невероятное везение найти там что-то живое, это просто жесть. И те, кто знает, чем владеют, порой такие лютые цены гнут за живые Mazda 6 второго поколения и Mazda 3 второго поколения. Очень сложные машины находим, но не часто. Как правило, все-таки мы стараемся их брать с альтернативами. В Chevrolet Ress можно ли брать? Дорого ли обслуживать? Ну, странный вопрос. Вот знаете, вот дорого ли обслуживать? Очень сложно людям отвечать, потому что для того, кто владел BMW, это копейки. Для того, кто владел автовазом, возможно, это покажется дорого. Лучше советоваться с сервисами и лучше лезть на какой-нибудь экзист и смотреть конкретно запчасти и понимать, на что идешь. LR Discovery 4 до 1,5. Мощность до 250. Можно найти, чтобы не попасть на капремонт, шортблока и прочие крупные расходы. Для себя лет на 5 тысяч на 100 пробега. В целом это неплохой бюджет. То есть хороший автомобиль в эти деньги найти можно. Берете вы эту машину не так, чтобы, знаете, как там молодежь очень любит, вот покатался, типа вот пока ничего стрёмного не случилось, быстренько скинул. В целом амбициозненько, на 5 лет. Машина не самая простая. Плюс я так понимаю, что вы что-то по ней пытались выяснить, потому что неспроста тут есть вопрос про шортблок. Как на третьем поколении с 2,7, так и на этом поколении с 3-х литровым дизелем есть риск проворота вкладышей. Вероятность попадания вот на такой дорогостоящий ремонт, она сводится к минимуму, только если мотор уже был в ремонте, и на нем стоят вкладыши с замками. Вот тогда можно рассуждать о том, что, наверное, вам повезет. Это не свежий будет автомобиль, то есть это не будет автомобиль с пробегом 1050. Строить такие прогнозы я не возьмусь. Это не самый дешевый автомобиль в содержании и обслуживании. То есть я вам рекомендую, вот если вы серьезно задумались о покупке такого автомобиля, поехать в профильный сервис. Там вам скажут, что на каких пробегах делать надо по ходовке. Есть стандартные вещи по подвеске, которые нужно будет делать, ну, просто вот это неизбежно в такой срок. То есть это тоже деньги. На круг, даже без шортблока, эта машина может сожрать от трети до двух третей своей цены за это все время. Ну, то есть машина очень непростая, поэтому это вот опять же из истории индивидуальной консультации. То есть надо прям понимать, на что вы идете, на что вы готовы. Все, я одолел. Последний эфир, все заданные вами вопросы, мы ответили. Поэтому все, теперь не бойтесь задавать вопросы, а даже если мы не успеваем на них ответить в рамках прямого эфира, на них обязательно ответим. Обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, обязательно задавайте вопросы. Даже под этим видео все равно мы будем на них отвечать. Также принимаются ваши темы на прямые эфиры. Возможно, кто-то из вас придумает очень классную, горячую тему для следующего прямого эфира. Все, всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok